Всем привет на моем влоговом канале! Я сегодня начинаю новый процесс. Очень красивую и яркую картину буду выкладывать. Конечно же, хочу начать этот процесс выкладки картины вместе с вами. У меня сегодня вот такая замечательная картина в ярких тонах. Вот такой милый песик в цветах розовых. Это, по-моему, даже гортензии. Розовые нежные гортензии и вот такой милашка-песик. Эта картина размером 40 на 50. Я сейчас открою полотно, посмотрим, а потом рассмотрим стразы и набор. У меня в последнее время, даже, можно сказать, за целое лето, не было свободного времени для выкладки алмазной. Потому что лето это такая жаркая пора, когда дома не сидится. Мы и отдыхали, и работы у меня было много. Вы знаете, что я делаю имбирные пряники на заказ. Снимаю еще видео на свой основной канал Оля Тортик Домашний Кондитер. Так что, на алмазную вышивку летом у меня не было времени. Очень соскучилась. Конечно, буду выкладывать эту картину с большим удовольствием. Итак, у нас здесь идет аж 45 цветов. Ого! Очень много цветов, конечно. Картина намотана на валик. Ровная, хорошая, без залома. Эта картина у меня от продавца Эверншайн. Здесь идет на картине две полоски бумаги. Сейчас я сниму первую полоску, открою. Вау, какой большой пес, и какие цветы будут большие. Тоже яркие. И зелень, и розовая, и белая. И вот такая мордашка. Сейчас я еще немного сниму второй лист. И посмотрим на эту красоту. Ой, какая красота, какая картина. Еще в таком размере, 40 на 50, она будет после выкладки просто шикарна. Посмотрите, какой он милый. У меня, конечно, есть домашний любимец Чихуа-Куа. Не такая порода, как на картине, но я именно захотела почему-то этого кавалерчика выложить, маленького песика. Здесь, конечно, пропечатка шикарная. Посмотрите поближе. Как четко видно все символы. Будет очень удобно выкладывать такую картину. Конечно, у меня получаются все картины, которые я выкладываю, все с очень хорошей пропечаткой, кроме самой первой. На моем канале есть видео про мою самую первую картину. Это была икона. Там, конечно, пропечатка никакая. Я некоторые рядочки просто уже догадывалась, какой цвет и выкладывала. А после нее, конечно, мне попадались все очень качественные и хорошие картины из Алиэкспресс. Картину отложу в сторону. Сейчас еще посмотрим сразу. У меня вот такой набор. Но, если честно, я не помню, он идет от этой картины или нет. Потому что у меня очень много новых картин по алмазной вышивке. Они у меня хранятся в большом бумажном ящике. А вот все инструменты, наборы я сыпала в отдельный ящик. И от какой картины, какой идет набор, я, честно, не знаю, не помню. Просто беру тот, который мне нравится. Как вы уже знаете, вот такой набор, самый качественный. Идет на Алиэкспресс. Это вот такой мой любимый большой пластиковый лоток для страз. Стразы рядочками просто отлично ложатся в таком лоточке. Вот такая большая масса для стилуса. Даже две. Не одна, а две массы. Вот такие. Очень хороший вот такой стилус. Шваброчка. Маленькая и большая. Но я пользуюсь всегда маленькой шваброчкой. И очень хороший пинцет. У меня уже таких пинцетов много насобиралось. Я этот не буду брать в работу. Возьму тот, которым я уже пользуюсь. И по стразам пройдемся сейчас. Рассмотрим. Вот такие стразы идут в наборе. Конечно, очень много ярких страз, потому что много розового цвета на картине будет. Очень красивый, нежно-розовый, персиковый. Вот такой бледно-бледно-персиковый большой пакетик. В общем, здесь розовые, фиолетовые цвета в разных оттенках. И их очень много. Значит, здесь выкладка идет квадратными стразами. Сейчас пересчитаю пакетики. Посмотрим, есть ли все цвета в наборе. Один, два, три, четыре. Два раза пересчитала только что все стразы, потому что первый раз ошиблась. Насчитала 44 пакетика, а цветов в картине всего 45. В общем, долго, после страза не буду ничего рассказывать. И так видно, что они здесь яркие, красивые. Картина будет очень сочная такая, летняя, яркая, классная. Здесь, конечно, здесь тоже есть черный, коричневый в нескольких оттенках. Синий тоже в разных оттенках, серый и зеленый тоже. Темно-зеленый, светло-зеленый, но больше нежных розовых и фиолетовых страз. Круто! Мне это очень нравится. Ну что ж, приступаю к выкладке этой картины. Мне прям уже не терпится. Итак, я всегда начинаю выкладку картин сверху, или с правой, или с левой стороны. Чаще всего это левый угол. Но знаю, что многие начинают выкладку снизу. Я не пробовала, если честно. Так что сейчас я открою левый верхний угол картины и буду выкладывать. Здесь, конечно, я смотрю, идет много буковок одинаковых, прям рядочками. Я думаю, такая картина будет выкладываться легко и просто. И очень быстро. Итак, я сейчас начну выкладку из буковки В. Это у нас номер 16. Вот такой самый-самый нежный розовый цвет. посмотрите, я всыпала стразы в лоточек. Вот так буквально несколько движений. Посмотрите, как замечательно рядочками встают стразы в этом лоточке. За это я его очень люблю. Заправляю стилус и начинаю выкладку. Заправляю шваброчку и вот эту часть сразу, потому что шваброчкой я здесь буду пользоваться активно. Я это уже вижу по картине. Мне даже не верится, неужели я добралась к алмазной вышивке. Я прям каждый день в последнее время думаю про эти картины и очень хочу приступить к какому-то процессу, хотела. и наконец-то этот момент настал. Я алмазной вышивкой начала увлекаться примерно год назад. Даже год будет осенью, потому что я помню, что прошлой осенью я где-то в инстаграм видела впервые алмазные картины вот такие и решила прикупить себе такую картину. Я самую первую заказала на Алиэкспресс. Как я уже говорила, это была икона, но она была не очень хорошего качества. Но я тогда еще не понимала какая она должна быть, что к чему, потому что это для меня было все новое. Это сейчас у меня уже немножечко есть опыта. Я уже знаю на что смотреть, как выбирать картины. Я конечно уже выкладывала много из Китая картин из Алиэкспресса и также наших украинских производителей. Тоже выкладывала картины, так что опыта немножечко есть. Планирую уже в конце года отснять для вас видео о такой и все мои работы за этот год. Надеюсь, что к Новому году я еще выложу несколько работ и потом все вместе вам уже покажу. Пока я выкладывала картину, камера у меня уже разрядилась. Я позавчера просто снимала видео про оформление торта на свой основной канал. Кстати, тортик я готовила для своего папы на день рождения и после этих съемок я камеру не зарядила. Ну и понятно, уже сегодня, когда она была на зарядке, я выложила посмотрите какой большой уже кусочек картины. Вот такие красивые получаются цветы. Конечно, на этих участках очень много розового цвета. Мне было уже после этого розового интересно выкладывать другие цвета, вот такие коричневые в разных оттенках. В общем, я сейчас еще немножко повыкладываю вот этот участок и, наверное, на сегодня уже все. Буду стараться за эти дни выложить большой участок картины и в следующем видео, конечно же, покажу вам, что у меня получается. Кстати, хочу еще показать вам небольшой лайфхак. Это для новичков, скорее всего. Так как у меня аж 45 цветов в этой картине это очень много, поэтому очень сложно искать пакетик, который надо. Я взяла вот такой небольшой разнос, сложила пакетики рядочками и мне очень удобно по номерам так искать нужный пакетик и нужный цвет. А когда они были на столе у меня просто хаотично разбросаны, это дурдом. Конечно, пока найдешь нужный цвет, глаза устают и это занимает много времени. Если кто-то из вас уже выкладывал вот такую картину, пишите мне в комментариях, как вам итог, как вам работа с такой картиной, мне будет очень интересно прочитать. Также ссылочку именно на эту картину я обязательно оставлю под этим видео. Я думаю, она вам будет полезна. Еще одна причина, почему я долго не снимала видео про алмазную вышивку на этот канал, это то, что у меня появилось новое хобби, которое сразу же переросло в мою работу. Я начала делать зефирные сладкие букеты на заказ. Сейчас я делаю букеты роз, но заказала новые насадки, скоро у меня в ассортименте будут, конечно, кроме зефирных роз в букетах и другие цветы. Если вам интересно посмотреть мои работы по зефирным букетам, заходите на мой инстаграм, там я всегда показываю и в сторис, и на страничке оставляю фото со своими работами, так что можете посмотреть. Также на свой основной канал кондитерский я буду выкладывать и рецепты и мастер-классы по сборке таких букетов. Если вам эта тема интересна, тоже можете научиться и делать такие красивые вкусные сладкие зефирные букеты для своих родных или даже на заказ. Ссылочка на мой основной канал тоже будет под этим видео. Ну что ж, на сегодня пожалуй все. Сейчас уже поздняя ночь. Я пойду отдыхать, потому что рано утром надо вставать. Буду стараться для вас конечно почаще снимать видео с алмазной вышивкой. Буду показывать вам новые свои процессы, потому что у меня сейчас очень много есть в наличии картин, которые я уже хочу начинать выкладывать. так что все вам покажу и расскажу. Также пишите мне комментарии под видео, очень люблю с вами общаться в комментах, узнаю для себя что-то новое, что-то вам расскажу. Спасибо, что были сегодня со мной, скоро увидимся, пока-пока. субтитры 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 Продолжение следует...